привет хайбайк алмалтин cf11 прикинь мастерская чуть-чуть переехала как тебе вид он ладненько давай мы сегодня про велосипед будем смотреть чуть такое впервые вообще распаковываю электричку никогда до этого не делал не знаю как это все выглядит тут немножко уклон боюсь как бы чуть не улетела со скалы всего лишь падать этой детальки надеюсь не мне сейчас посмотрим я очень надеюсь что у меня получится коробочку положить и раскрыть и она у меня будет скажем так импровизированным полом в мастерской но не уверен что это получится и он хочет в бок выйти да да велосипед у нас хочет выйти в бок в мастерской когда вот работал только начинал там было грязные полы и вот это вот все там я часто использовал саму упаковку сам картон в качестве пола для мастерской чтобы новый велик наш не мазать электричка 750 ватт cf в названии очевидно означает что он карбоновый зацени как его упаковали немцы прям чистенько красивенько богато будем посмотреть что у нас в допах к этому велосипеду но выглядит будто бы он знаешь и практически готов к эксплуатации гигантская коробка тормозные диски на месте xd с ротором и сэндвичем то есть у нас здесь жабры есть сэндвич имеется ввиду что сталь посередине алюминий который выходит жабру как раз из другой стороны тоже сталь это сделано для того чтобы было максимально качественное охлаждение электричка за счет батареи она все-таки весит поболее не соответственно тормозить ее надо более эффективно так почему начнем с самого простого и скучного ключик добавили к нему открывашку такой мы видели у мериды еще некоторых брендов можно вставить вось ездить с ним педали обычно на велосипедах ставят так называемые до каточки ну чтобы от магазина доехать здесь вполне себе с алюминиевыми корпусами на втулках скольжения и с пыльниками то есть на них можно вполне себе эксплуатировать этот велосипед очень хорошо что они широченные то есть в любых к мягких комфортных беговых кроссовках получится на нем кататься это галочка скорее не для такого там многочисленного профессионального катания а для прокатов хорошо здесь у нас немножечко наклеек чтобы у нас рамы не затиралась но опять же в прокатах обычно в пленку все закатывают чтобы внешний вид сильно не страдал но не во всех тут обращайте внимание на подход есть пакетик от вилки у нас здесь лирик стоит прям жирный вкусный для того чтобы сделать прогрессию побольше есть два токена и есть переходнички под не вот вилку на вилку ставятся пластмасски чтобы ставить обычную втулку было удобнее посмотрим на этот момент тоже окну резиновый пиптик понятно проставка для транспортировки чтоб колодки не сходились понятно какая-то пластмасска не знаю пока для чего она блок бошевский оригинальный ветерок подталкивает упаковку страшно надо ее на чем-то пригрузить чем тяжеленького в него положить чтобы не улетели все эти дорогие вещи монтажки ключи мавиков скида у нас здесь колеса стоят димакс господи иисусе это дорого-богато и запасные спицы сразу с колесами идут а также магнитик в комплекте присутствует который ставится на эти спицы подходящий ну видимо для велокомпьютеров старого типа положим эти запасы туда а он еще есть смотри-ка ниппель для без камерки сразу в комплекте идет и еще две запасных спицы это очень хорошо что запасные спицы есть потому что они специфические вроде как хотя не такие уж они специфические здесь все стандартная обычная спица просто плоская но в любом случае запасная спица это всегда очень приятно это то что я всегда советую людям приобретать когда собираешь колесо чтобы была парочка запасных спиц и не пилей чтобы но не париться потом с поиском зарядник бошевский оригинальный 36 вольт 4 ампера ну то есть он такой шустренький относительно посмотрим еще раз на ракшоксовские наклеечки это видимо от амортизатора и инструкция от велосипеда на нескольких языках да уж эта распаковка скорее похоже на внимание какой-нибудь вкусные шоколадные конфеты из коробки просто вот ну тут практически ничего не упаковано посмотри по минимуму я дал переживал что мне надо будет кусачки хомуты раскусывать ничего не надо вилка смотри как сделано ноги закрыты вот царапин таким вот пакетом ну чувствуется что велик дорогой до вилочка у нас ем т.б. это значит что она чуть-чуть вроде как по демпфированию немножко скорректирована и чуть-чуть сделано покрепче хотя не думаю better caps сразу это резиновые проставочки в основании вилки ребята писали что они действительно немножечко вот на мелочь делают работу вилки приятнее крышечки сделано тут насечка накатка под то чтобы рукой типа откручивать но она затянуто крепко под шестигранники есть отверстие это решение я считаю более качественным чем кнопочка для сброса давления при интенсивном катании вилки действительно подсасывают воздух не знаю как это происходит вообще без понятия но типа ты подымаешься в горы его чтобы она помягче работала особенно с случаях когда у нас крупная крупный диаметр у ног подсасывают они типа тут и сбрасываешь давление но кто-то использует это для того чтобы там долить свежее масло между бушингов она отверстие получается как раз между верхним и нижним бушингами эти будут для приятной работы можно добавить не люблю кнопочки потому что при мойке высокого давления кнопочки у нас можно забить водичку и она там на делает делов я к сожалению с таким уже сталкивался с последствиями наш я вообще панически боюсь высоты напомню да что у нас немножечко сегодня у там гроза идет надеюсь она не успеет до того как я закончу весь процесс и тут как бы у меня двойной объем эмоций во первых такая дорогая игрушка так называемый рим магнит я это слово где-то слышал вот у нас магнит магнитный датчик он стоит здесь и здесь стоит датчик который снимает магнитное поле короче там с обманками ну они же все эти ассисты это вот мотор кареточный да не совсем правильно сказал да мотор который в районе каретки установлен он помогает крутить то есть там есть несколько режимов работы сзади вот там над головой жужжит дрон до обычный гражданский согласованный вот так что я скину вам видосик на то как это вообще собиралась просто одно дело смотреть как это я вот тут вот что-то шелестеть начинаю он да в кадре другое дело это посмотреть как это вообще вот в масштабе выглядит тоже тупо в горах сборка велосипеда как бы не то чтобы сборка он смотрел же практически собраны это больше распаковка и знакомства с тем как вообще велосипеды стоимостью электро велосипеды да правильно будет сказать стоимостью выше полумиллиона выглядят в упаковке да что ты получишь если договоришься с ребятами до которые вот занимаются там в принципе прямо на коробке было был номерок с человеком можно пообщаться я думаю просто ссылку оставлю правильно ссылку контакты какие-то пообщаться чтобы вот может как-то там по интересной цене можно было договориться сейчас же осень правильно а осенью как знаешь должны быть чуть-чуть повкуснее ценнички на всю историю так тут достаточно будет повернуть руль но для этого надо еще чуть-чуть подвинуть у нас крепление крепление того самого компьютера таким вот образом она выглядит открыли доступ для шестигранник на 4 компоненты комплектующие при изготовлении этого велосипеда до при его комплектации они совершенно стандартные совершенно обычные все традиционный вынос обычная мтб вилка ну да с наклеечкой ем тб у них там свои приколы случае с 35 серии я сталкивался с ну это самая такая бюджетная серия урок шокса который может ездить по горам ну типа вот этих красота до роскошь эти напиши в комментариях чего чего ты больше смотрел да на сборку велосипеда или на то что там вот чуть выше в кадре происходит а вот там где туча или где-то вот в этом районе должен быть эльбрус но он сегодня скрылся в облаках мы тут когда присматривали первый день место для съемки смотрели вот там эльбрус видно но сегодня погодка такая знаешь около дождик вот он муха полетел на него будет ссылка тоже можно будет посмотреть видео о том как это снималось видео блин а он кстати слушаю он типа вот я руль повернул и вот и вся сборка надо сейчас его на стоечку будет ну и до сидушку тоже повернуть на стоечку будет проверить настройку тормозов переключение это категорически важно для электричек у них там есть свои приколы так пока сильно глубоко не будем прятать чтобы что стойкой можно было зажать за подсидельный штырь штырь здесь пневматический то есть пожалуйста кнопочку он сразу работает прям вообще кайф причем штырь судя по всему не сильно дорогой простой и от этого надежно я честно говоря люблю больше недорогие штыри потому что типа с ними меньше проблем возникает не на там постоянно прокачкой вот этой заниматься подтянул трос чтобы реакция достаточно быстрая было все все работает мне нравится не знаю и обратили внимание но при распаковке в нем бумажка туда на крае улетела не хотелось бы чтобы это национальный парк кисловодск не хотелось бы чтобы эта бумажка здесь оказалось где-то знаешь ну валяться и я вот когда камеру выключал я очень за ней ползал мне страшно было капец я высоты панически боюсь ну я за ней использовал я ее забрал все туда убрал там на столик на у меня прям по кайфу все тут прям хорошо смазочка обязательно педальки наносим педалька с насечкой вот она ставится не туда где у нас стоит шатун с звездой педали по классике затягиваем крепко тем более на электробайке надо чтобы они держались надежно и чтобы вы не испортили резьбу в шатунах то что ну тип чем кряче затянешь тем меньше шансов что она там будет самооткручиваться испортит резьбу то что скажем ну да сейчас электробайков достаточно много и не будет прям колоссальной проблемой родить шатуны но все-таки лучше обойтись без этого моторы bosch сейчас считаются вообще одними из самых надежных и в принципе достаточно мощных грамотных у них именно фишка в том что они помогают крутить то есть чем сильнее ты давишь на есть разные режимы работы но вот который мне кажется оптимальным тот режим по моему ем тб он называется то есть чем сильнее ты давишь на педали тем больше мотор помогает тебе есть нюансы связанные с тем что электричество помогает тебе крутить педали и этот нюанс основной ну что трансмиссии убиваются очень быстро то есть к юз на самом деле мы призваны решать частично эти проблемы но не скажу что они их прям вот легко и просто решают уп пардон так у нас здесь стоит димакс да можно могли бы нам с завода поставить разрезная втулочка такая могли бы с завода нам поставить сюда и торки у кэп для того чтобы этот торки у кэп легко и просто работал на этой вилке да и легче было снимать ставить колесо чтобы она не про не проваливалась у нас в сейчас покажу как это выглядит неприятность такая хоп лишь она провалилась и ось но тупо не соосно вид ось какой какая ось о чем ты говоришь тут виды да сейчас поставим пластмасски которые были в комплекте вот такие вот у нас простые примитивные проставочки пластиковые ну пластик не сказал бы что прям такой паршивый он имеет некоторую жесткость у меня шестигранник не влезает да я не все к сожалению с собой сюда это кисловодск я сюда вот прилетел познакомиться с местной флорой так скажем горами посмотреть что к чему здесь нет так как такового байк парка но есть прокат электричек да можно соответственно с руководителем этого проката пообщаться да может быть вы что-то из проката вы купите а может вы договоритесь на жирнейшую скидку на какой-нибудь новый электровелосипед такие проставочки но я конечно предпочитаю торки у кэп и все-таки вешу 95 мне нравится когда достаточная торсионная жесткость но производитель на в комплекте пока положил только вот такие переходнички чтобы колесо было намного легче устанавливать но к чести производителя особенность да вот этих электро велосипедов непосредственно хайбайков то что ну вот смотри вещь просто закинул колесо насел на свое место благодаря простым вот этим пластмассовым проставка понятно что их можно 3d принтере напечатать тоже будет работать но все-таки готовое решение лучше а торки у кэп и колпачки увеличенной площади соприкосновения с дропаутами вилки это еще лучше так по настройкам в целом доехала все успешно но тормозной диск чуть-чуть под согнулся вот эти диски с алюминиевым сердечником предназначены для того чтобы максимально эффективно он охлаждался да потому что велик сам весит тут под двадцатку из-за того что батарейка тяжелая мотор тяжелая батарейка кстати в раму встроенная все иную можно заменить при желании но она единая не надо снимать прям вот ставим на зарядку и заряжаем весь велосипед телефон зарядил что там еще фотоаппарат зарядил плеер зарядил велосипед заряди все слегка согнулся тормозной диск может быть при транспортировке при распаковке легко и просто все это выровнялось послушаем что у нас как хвост сделан до . громкая втулка стандартная мтб шнём используется но я честно говоря не слышу а ты пока смотри да он птички летают в мастерской как думаешь сколько стоит аренду такой мастерской бесценная и проверить как у нас работает трансмиссия в принципе это все можно сделать уже на стойке единственный нюанс что вокруг этой мастерской ходят люди туристы висистая штучка 20 с лишним килограмм но я уже покатался на самом деле на этих великах и видео будет отдельно про катание ничего страшного если вот так зажму его будет видео отдельное прокатание на них тоже можно будет посмотреть мои впечатления и интересная штука вес я бы сказал что это велосипед для того чтобы на нем обхилы гонять прямо по кайфу в горах ну и потом уже down hill будет как вишенка на торте проверяем что у нас тут по настройке переключателя такое впечатление что будто бы знаешь как будто бы цепь длинновато выжимки мне с собой как бы и нету так сейчас проверять буду это выжимки с собой нет ничего нет но я не в мастерской я просто приехал ребята говорят давай попробуем снять игры давай блин локация такая роскошная мне привезли сюда показали как выглядит на место повторюсь что связывайтесь с ребятами они может быть что-то из проката предложат подешевле может да и на и такие на новенькие хайбайки вы тоже с ними на жирнейшие скидки сказали можно будет договориться общайтесь общайтесь ребята приятные но по крайней мере на меня такое впечатление было произведено прямо массивно выжимку я с собой не взял у нас здесь раз два три четыре звена и еще где-то может быть одно два звена вот здесь есть в запасе в этом перегибе то есть в принципе по шимановской инструкции где там 5-6 звеньев должно быть при установке нам большую большую звезды здесь попадает трансмиссия здесь стоит ну цепь шимана с покрытием антикоррозийным переклюк dior xt это классно это мне нравится он с флажком который будет фиксировать лапку в нем муфта стоит отключаемая то есть выключаем муфту лавка шевелится легко включаем муфту все лапка фиксируется это у нас увеличить увеличивает надежность работы трансмиссии то есть снижается вероятность того что у вас цепь слетит сразу к раме прикручена направляющая то есть чтобы цепь точно никуда не слетела ну и звезда у нас ведущая стальная narrow white с переменной шириной зуба для того чтобы цепь опять же сидела надежнее намеков я катался на другом велосипеде намеков на слетание цепи в принципе у меня тоже так же сделано да то есть сделано narrow white звезда цепь соответствующей шириной и направляющую при таких условиях слетание вообще прям маловероятно вот у нас порт для зарядки аккумулятора закрывается соответственно как и любой другой велосипед советовал бы не злоупотреблять керхером при работе с такими вот велосипедами при их мойке так по настройке переключателя мне бы мне очень хочется битэншин винт подкорректировать под это дело соответственно сейчас возьмем шестиграничек соответствующий да вот таким вот набором собираю простенько и нет незатейливо настраивается вот эти сковородочки с видом на горы вообще комфортно я для себя как принцип настройки сделал который действительно работает и не подводит ни с шиманами не со срамами включаю предыдущую звезду не самую большую а предыдущую и выставляю зазор между вершиной зуба направляющего ролика и самый большой звезды да то есть стоит на предыдущий равняюсь по самой большой где-то вот так 35 миллиметров зазорчик ставим до цепь здесь идеально подобрано то есть я вот винт битэншин почти выкрутил и чуть-чуть его вот буквально до пару касаний до 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 первого касания вкрутил и вот расстояние получилось приятное при такой настройке у вас будет мягче переключение у вас будет точнее переключение даже когда вы что-то подсогнете потому что можно согнуть и вот этот кронштейн петух так называемый и вот эта лапа да здесь ролик направляющий очень далеко от оси вращения от муфты и вот эта лапа когда ее подсгибаешь да бьешь обо что-то при транспортировке при парковке куда-то во что-то упираешь вот ее перекручивает она за завода сейчас покажу постараюсь показать да она у нас завода то такой кажется что город какая лапка о чем ты говоришь там город красивый внизу она завода то стоит ну скажем немножко вот так как будто перекошенная но это правильно так быть должно но вот если вы где-то при парковке или при катании там бревно какое-то зацепите заметь как она она сделана такой вот под согнутой для того чтобы у нас эта цепь идет на одну единственную звезду спереди то всегда на одну точку и при работе лапка должна направляться ближе к этой звезде плюс у нас надо еще чтобы лапка чуть-чуть пряталась туда ближе к лесу сам видишь да то есть всякие здесь камни скалы вот это вот все она будет летать мимо колес когда ты едешь и вот надо чтобы было меньше шансов чтобы она там как-то зацепилась поэтому завода она там не идеально рук точнее она не идеально ровно и только для того что потому что так надо из-за этого погнутую лапку восстановить в завод очень сложно потому что ты не знаешь как давно то если старые лапки они были прямо там два ролика они соосны друг другу и ты просто и выставил параллельно на глаз да и все четко здесь так не прокатит потому что здесь они завода стоят чуть-чуть как то вот как то вот как чуть-чуть вот так и вот это чуть-чуть поймать почти нереально поэтому старайтесь не гнуть несмотря на то что там петух сменный чтобы вам там не рассказывали старайтесь не гнуть так завода все кроме бетеншина по настройке этого переключателя меня полностью устраивает монеточка здесь стоит slx то есть у нас можно несколько сразу звезд проскочить при нажатии на большой флажок и к сожалению только по одной звезде при переходе ну по одному щелчку по одной звезде при переходе на маленькие звезды по износу самый-самая вот печальная в электро велосипедах с ассистом потому что ты не чувствуешь нагрузки это то что ты не чувствуешь нагрузки то есть крутя даже на маленькой звезде сзади мотор настолько эффективно тебе помогает что ты даже не ощущаешь что там идет какой-то перенагруз на цепь вот это вот все переключаться здесь надо также аккуратно как и на любой другой трансмиссии то есть чуть-чуть под сбрасывая нагрузку да то есть мы педалируем на чуть-чуть под сбрасываем нагружение на педаль чтобы мотор у нас успокоился чтобы он не рвал цель потому что при любом переключении цепь у нас одновременно находится на двух звездах и это самая верная верный момент для того чтобы ее расклепать она даже не порвется да не лопнет звено она просто расклепается то есть тут надо прям вот привыкнуть к переключению то есть переставать почти переставать педалировать на разных моторах по-разному есть моторы которые вот и перестал педалировать они еще докручивают чуть-чуть это чтобы ну карабкаться на какие-то камни на какие-то скалы то есть это мой ладно название не буду говорить там вниз в конце ролика я еще надеюсь под сниму работу одного очень такого специфического специалиста который стоит чипы на эти велики по же завода велики с асистом помогает только на скорости до 25 километров в час после 25 я даже сказал что они мешают если они не чипованы и так сказать но если там обман очками сделать и здесь вот будет нам помогать специалист юрий который будет как раз делать обман очку на этот велосипед чтобы на нем можно было наваливать даже вниз то есть можно было под разгоняться да и вверх они в принципе идут побыстрее 25 и вот это как бы весело на самом деле абсолютно дилетант во всей этой электронной электрической ассист и электромоторной теме до максимум что я делать установка китайского мотора на обычный велосипед пару раз обратной связи от тормозов я не вижу то есть если вы вдруг тормозите то старайтесь соответственно не педалировать чтобы не убивать трансмиссию тормоза и все остальные компоненты велосипеда что ж задний тормоз завода здесь настроен идеально тормозной диск не погнулся опять кинул камень в огород всех кроме мериды здесь мог бы быть еще и шестигранник на 4 на кончике чтобы вот как раз вот этот винтик можно было вот этот винтик можно было до при падении бывает руль заворачивается кстати да ограничитель поворота руля здесь установлен внутри рулевой колонки ну не скажу что я фанатею кстати говоря да он не идеально ровно еще установлен к тому же вот как бы как бы вот а перепрессовывать это все дело как не очень хочется знаешь ли и плюс есть такой нюанс который я не очень люблю это в ход проводки гидролинии рубашки переключателя проводов через верхнюю чашку через верхний подшипник я вот прям честно скажу это очень не люблю потому что подшипник тебе не легко и просто заменить уже не получится обслужить его будет прям ну вот максимально хлопотно такое ну и плюс ограничитель данной существует для того чтобы при падении у тебя руль не перекрутила и он не перерубил проводку гидролинию что ты не остался без тормозов ну и соответственно если ты падаешь по идее должен провернуться вы нас поэтому я бы затягивал его вот на пятерочку то есть пять минут метров не более и в мериде вот здесь есть шестигранник на 4 которым можно как раз вот идет корректировочки сделать ну хранится он обычно в оси заднего колеса каким-то таким образом там на резиночке пристает больше было у нас знакомство скорее номер с местностью и какими-то моими там впечатлениями от этой местности чем по сути сборки наша сборка заключалась лишь в том чтобы смазать резьбу на педалях прикрутить их и повернуть роль ну и тормозной диск я подправил ну чуть-чуть здесь бетеншин подкорректировал но это что прям вот прям прям очень хорошо было дальше будет настройка под вес пользователя дан накачать амортизатор под правильный весь с помощью использования с иглы вот этой резиночки выставить где-нибудь ну чтоб когда ты вот накачал его садишься на велик и у тебя от резиночка где-нибудь там 20-30 вот где-то вот в этом диапазоне с передней вилкой такая же самая история не знаю нанесена здесь ли графика вот эти 20 30 процентов ну так на глаз просто делаешь там 20 20 30 процентов хода хоп сел слез ничего не прыгая просто садишься слезаешь вот должно быть так если провалилась сильно глубоко вилка когда ты сел слез ну накачай воздуха немножко если прям вот ну совсем она не хочет шевелиться то под спустить чуть-чуть давление но бывает конечно нюансы шасси но это уже история совсем других видеороликов которые кстати на канале тоже присутствие не обратил внимание вот на то что тут у нас еще нижняя же часть да она тоже немножко крутится часть под расслабил в любом случае любой велосипед до поставок соберешь настроишь все лучше сесть на него вы и посмотреть что к чему напомню лишний раз что вот этот винт у нас это просто регулировка по нагрузки на подшипники при нагрузках чтобы нас ничего не люфтила и при этом крутилась хорошо выставил вот заднюю тыльную часть проставки по центру ну так на глаз хочу посмотреть скажется ли это этот момент на угле на который у нас руль поворачивается где блокировка нет не сказывается значит независимые вещи может быть придется разбирать волевую вандализм не прокатывает позвонили ребятам которые возятся с электричками почаще и ну в общем выставить ровно просто такой посильнее ударчик чуть-чуть делаешь порезче она нам хрусь и проворачивается но в общем-то да типичная история прессовая посадка она там просто провернется при падении вы услышите такой же самый хруст и у вас там что-то внутри провернется соответственно после этого приехали в мастерскую осмотрели все проверили чтобы все было нормально и погнали кататься дальше если все в порядке ладно юрий сказал что надо обязательно сделать это он как бы человек работает с электроникой и надо обязательно делать вот так включается так языки предлагает выбирать мы сейчас это все не трогаем да сейчас делаем немецкую процедуру кто помните славные времена когда ты прошел там телефон мобилку там наши мелодии были там или заставка конь своя вот пожалуйста опять прошивки все вернулось на круги своя но теперь уже целый велосипед прошивается юрий сейчас вот объяснял что здесь стоит датчик так называемый рим магнит самая сложная для чиповки система этим вопросом занимаются юрий с европейскими своими коллегами друзьями практически вот это все в процессе обмануть его намного сложнее чем те датчики которые вот приклеивался магнитик либо сшел сразу внутри вот этого останавливался либо на роторе либо на ну да там было два варианта ребята ставили обманку просто вот сюда вот переставляли магнитик переставляли датчик сюда и ты вот типа каденсом как у под каденс а здесь получается что датчик юрий сказал что в любой момент времени за счет того что этот магнит еще очень мощный датчик в любой момент времени знает положение колеса просто по магнитному поле так что ну ребятам предстоит поковыряться подразобраться я надеюсь у них все получится речь шла за разбалансировку колеса что масса этого магнита довольно большая но по опыту я знаю что колеса бывает от герметика так разбалансированы что там лишние условно там сколько он весит на грамм 15 10 они не сильно скажутся при движении особенно вот по каким-нибудь вот таким вот настоящим скалам вот собственно вот они горы я все время рассказываю своих роликах вот оно что такое горный велосипед для горн там скалы такие красивые доступны некоторые тесты приложения здесь мы можем протестировать то что действительно работает датчик скорости до соответственно мы здесь показано что мы должны покрутить колесо мы его крутим мы видим скорость на самом деле это основной тест чаще всего при сборке велосипеда ошибка которая влияет на то что он не едет потом это конечно же неправильно установка датчик скорости на этом велосипеде рим магнит неправильно установить его невозможно поэтому а если у человека отсутствует комп нормальный комп с приложением от ретина смотрим на спидометр он кстати спидометр нам говорит что подключена оригинальная диагностическая программа здесь мы видим все компоненты велосипеда если бы в компонентах были какие-либо ошибки мы бы их увидели здесь бы все горело красным мы бы видели когда они произошли по какой причине но уже косвенно мы потом поняли по такой причине да вот но сейчас все чисто все отлично мы можем сделать обновление системы нам говорит программа что это хайбайк на него есть новое обновление и мы можем попросить его обновить будут обновляться вот эти компоненты то есть у нас есть отдельно control unit отдельно мотор обновляется также батарея и обновляется дисплей будут обновляться все четыре компонента вот все включаем и ждем пока это все слушай я пока вот ты показывал видел там какие-то довольно таки длинные коды это получается у каждого компонента есть свой какой-то индивидуальный номер правильно и в принципе если велосипед скажем так с нечистой историей по этому оборудованию его можно отслеживать абсолютно да и внутри этих велосипедов также есть функционал блокировки вы можете купив такой велосипед привязать дисплей к мотору таким образом что уходя вы снимаете как ключ как ключ до и дисплей становится ключом от велосипеда круто и без этого уже все типа ничего невозможно прямо совсем абсолютно или кое-кто умеет ясно ребята то есть ну вот обращайте внимание если вдруг вы по какой-то причине катаясь в горах да там не дай бог потеряли дисплей а у вас он был привязан как ключ то соответственно можно обратиться к специалисту чтобы решить этот вопрос до восстановить как бы скажем так справедливости ради скажу что на данный момент смарт-система это все-таки новые велосипеды да они не достаточно не настолько изучены вот именно сейчас мы с октября двадцать четвертого года мы так не умеем но если научитесь я думаю в будущем вашем ну да это же велик у нас тут прям со самый 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 жир самый топ прям вот карбоновая рама ну перья понятно алюминиевые основная масса у нас всегда в передней части велосипеда и основная масса электро велосипеда это всегда батарея и непосредственно мотор мотор здесь я хочу сказать прям очень интересный смарт-систему я уже попробовал прокатиться геометрии рамы у меня лично да поскольку я катаюсь много вниз духи вот это вот все то есть только был на этом классно ехать вверху там вот ущелье есть прикольный мне кажется мы вчера там ездили это же нацпарк правильно и мы где-то вот там катались ехать вверх на короткорот и шивот на этом очень комфортно то что за счет того что у тебя передний треугольник не сильно длинный ты получается но сидишь и руль ближе спина более прямая у меня поскольку там были проблемы со спиной я это оценил мне вот прям очень понравилось но катаясь вниз хочется все-таки длиннее базу длине и вот это расстояние между седлом и рулем для того чтобы он был стабильнее но здесь как бы скажем роль стабилизатора выполняет в том числе и мотор моя покатался и на хайбайке на коротком и на кубе он подлиннее повторюсь что свеже связавшись я ставлю в контакт контакты какие-нибудь в описании или чего-нибудь короче как-нибудь я постараюсь связать желающих договориться купить с человеком который может вам это все организовать эту покупку ну и соответственно я думаю контакты юрия или там телеграммчик какой-нибудь чат там не знаю что нибудь мы придумаем чтобы можно было найтись уже для всех кто посмотрел это видео если у вас остались вопросы потому что у меня лично опыта с именно электронной частью я вот техничку делаю механику но электронную часть я не планировал изучать совершенно потому что это отдельный большой мир и им надо жить я считаю тоже так думаешь да что электроник да есть вопросы по электрике по электронике потому как работают системы не только bosch bosch это конечно основная специализация моя но также помогу шумана yamaha giant специалист броуз и другие моторы ну вот отлично главное чтобы был специалист который вот прям плавает своей теме и тогда вопросы можно будет решать эффективно да то нет не только тут я не советую я не люблю на самом деле советовать кого-то чтобы прям вот вешались его решимую проблему срочно вы должны понимать что это человек у которого своя жизнь у которого свои вопросы проблемы работа и если вы какой-то вопрос хотите решить то ну будьте добры подготовить скажем так какую-нибудь систему благодарности я не знаю ну уж прости что я так вот так говорю но как то я считаю что просто не хотел бы чтобы тебя из-за моего видео там потом кто-то нагружал там типа расспросами да да расспросами вот мне лёха сказал теперь помоги мне бесплатно ты мне всем обязан потому что мне такие люди иногда пишут то есть как бы ну я вот тут просто видео рассказываю делюсь чем могу когда могу и бывает люди пишут там как будто вот я уже там знаешь у него в рабстве ты там чё там там не подсказываешь что ты там что-то обязан нет ребят никто вам не обязан и ну вы должны этот момент понимать. А я пока буду, пока там все прошивается, поразглядываю еще и D-Max колеса, Mavic Straight Pull спицы, то есть у нас прямо они вставляются здесь, кстати, спицу можно удобно заменить, если она лопнет, поэтому, повторюсь, очень круто, что есть запасные, то есть ее реальное колесо снимать, даже ротор не надо снимать, чтобы заменить подбитую спицу, хотя спицы на самом деле у этих Mavic достаточно крепкие. И ключики здесь, смотри, они специфические, и в комплекте с великом шли монтажки, которые дублируют с другой стороны, вот ключ вот этот спицевой. Блин, ну на самом деле, даже педали я бы не стал сразу менять, потому что, допустим, если ты катаешься вот в таких вот беговых кроссовках дешманских, то на этих педалях будет норм. Даже вот сегодня попробуем, мне кажется, скатиться просто по парку, да, краснее, не туда, где-нибудь вокруг вроде у нас там маршрут руководитель как раз один из руководителей этого проката предлагает, и мы вот там посмотрим, как оно едется. Ну, шлем обязательно, остальное уже смотрите, на коленнике желательно для катания, ребятушки. Так, прошивка готова, все загрузилось, сейчас мы переподключаем велосипед, и смотрим, какие новые какие новые функции он приобрел, а приобрел ли вообще какие-то новые функции, что он может. Так, на первый взгляд ничего, но мы здесь видим, что у нас появились новые режимы, которые мы можем в него добавить. Этот режим называется Эко Плюс. Эко Плюс, ну, стоит, наверное, немножко подробнее рассказать про режим Асиста, пока мы загружаем сюда Эко Плюс. У Баша, в их экосистеме, есть режимы с постоянным Асистом, есть режимы с переменным Асистом. Постоянные Асисты, это режимы Эко, Тур, Спорт и Турбо. А режимы с переменным Асистом, это режимы Эко Плюс, Тур Плюс, Авто, ЕМТБ, Рейс на моторе Рейс. В чем фундаментальная разница? Разница в том, что те режимы, которые с постоянным Асистом, он вам будет всегда помогать одинаково. Чтобы, что бы ни случилось, мотор всегда будет на одинаковое усилие подкручивать вам педали. Переменный Асист работает по-другому. Он работает в зависимости от силы нажатия на шатун. Соответственно, чем сильнее вы давите на шатун, тем сильнее вам велосипед поможет. Это Эко Режим, да? Это все режимы с переменным Асистом. А дальше уже они отличаются по мощности. Мощности. Да. И по профилю помощи. Турборежим всегда на полную выдает. Турборежим всегда на полную. Вне зависимости от того. Я пытался донести Алексею, владельцу проката, чтобы он вообще отключил в прокате этот турборежим, чтобы мы не рвали трансмиссию. Но он говорит, нет, мои клиенты должны кайфовать. Он говорит, я хочу, чтобы у меня были самые-самые лучшие велосипеды. Прям в лучшем состоянии. У него три механика работает. Следит за великами. Конечно, ребята там разной степени продвинутости по теме, но, насколько я пообщался, все они толковые, руки у них пришиты, судя по тому, что я увидел. Это замечательные механики. Мы давно работаем вместе, уже третий год. И я о них могу сказать только положительно. По режимам ассиста. На велосипеде может быть установлено, ну, вот по количеству индикаторов, может быть установлено только четыре режима. Режим выключено, соответственно, обычно это Эко, Тур, ЕМТБ или Спорт и Турбо. Вот четыре режима. Я еще заметил, у меня цвет не меняется, зависит от режима. Да, каждая фишечка прикольная. Да, каждый режим имеет свой цвет уникальный. Поэтому даже если у вас на велосипеде нет дисплея, вы можете понять по цвету индикатора, какой режим включен. Но не все велосипеды имеют дисплей. Дисплей вообще можно снять, убрать, если он мешает. Но если не используешь его как ключ, естественно, да? Да, совершенно верно, да. Иначе вы просто не уедете никуда. Так, на данный момент мы видим, у нас есть режим Турбо, режим ЕМТБ, при том режимы ЕМТБ-2. Есть ЕМТБ, короткий шатун и длинный шатун. Значит, для Баша короткий шатун, это шатун меньше 160, меньше либо равно 165 миллиметров. И все, что больше, соответственно, 170-175, это будет длинный шатун. У нас здесь короткий шатун 165. Соответственно, у нас здесь правильно установлено, с завода, что, да, правильный режим ЕМТБ, шорт-кранг. Вот. То есть, это как раз та часть проверок, которую надо сделать. Да, также у нас стоит режим Тур, мы его на этом конкретном велике выключим и включим режим Авто. Авто, режим, который Башом был придуман в 23-м году, в прошлом они его выпустили, они где-то по режиму в год, получается, выпускают. В этом году ЭКО+, да, в прошлом году был Авто. Авто очень хорошо себя зарекомендовал именно для горных поездок. У меня есть клиенты, которые просят им активировать. Я купил новый велосипед, вот еду в горы, мне обязательно нужен этот режим. А, почему фишка? Фишка в том, как он дает ассист. Я, скатаясь на велосипеде, я тыркал переключение, когда спуск-подъем. То есть, в подъем я делал больше ассиста, а в спуск меньше, чтобы просто, ну, где-то, подъезжая к какой-то кромке, остановив вращение, слышно? Дай. Даже надо давить, дави. Вот он. Вот, вот этот эффект. Ты чуть-чуть подтолкнул его, и он чуть-чуть шатуном подталкиваешь, и вот это... Она разгоняет. То есть, это вот та фишка, которая прям безумно помогает в подъем. Ты чуть-чуть толкнул его, у тебя вот здесь корень-камень какой-то проходит, чуть-чуть его толкнул шатуном, а он, аж туда запрыгивает, на этот корень-камень, и у тебя нет шансов, когда на обычном велосипеде тебе через камень надо прям передергивать велик, перепрыгивать. То есть, тебе надо сделать рывок и поднять шатун успеть, и чтобы колесо тебя догоняло. Шатун-то надо поднять, чтобы он не уперся просто в камень. А здесь ты просто делаешь вот так, и рывок, и все, и он там сам запрыгивает. То есть, в этом плане электричка в подъемы, она дает прям вот свой кайф. 25 км в час, честно скажу, в подъем достаточно, больше не надо. Ну, понятно, что там всегда хочется большего, да, покатаешься, потом больше захочешь. На спуск он особо не мешает, его гравитация за счет массы нормально разгоняет этот велосипед, и на спуске по тому же трейлу, по которому ты поднимался, будешь чувствовать себя довольно весело. Ну что ж, туча пришла, как раз вовремя, она дотерпела, дождик начинает накрапывать. На сим, пожалуй, пока. Контакты Юрия я оставлю, какой-нибудь там ВК-шечку, что-нибудь придумаем, или телеграмм, что-нибудь будет, ребят. Вот, про велик, конечно, я там подрассказывал немножко, не все. Колеса, сказал, что хорошие мавики стоят, резина там жирненькая, Максис цепкая, кайфовая. Ну, я катался на такой резине. И вот, собственно, аналогичная система. Это куб карбоновый, он мне по ростовке больше подходит. Соответственно, он прогнозирует мне примерный пробег в каждом из режимов. Вон, фиолетовая подсветочка, на индикаторе здесь. И вот она соответствует режиму ЕМТБ. Соответственно, в этом режиме я вот смогу при таком вот движении на педали 62 километра. А вот и у нас с коняшкиной прогулки. Догнались. Мы попали в пробку. Да, мы попали в пробку. Уклон здесь сейчас такой, что без ассиста я бы здесь не помер. я бы даже сесть на велосипед не смог, чтобы ехать. Я имею в виду Дон Хиллей. На контриннике еще бы как-то, может, закрутил и умер. На ДХ? Нет. Не вывез бы. А ассист, он его-то нужен. Потому что я работаю. Я дышу. Но удовольствие удлиняется. Любишь длинные удовольствия. Одно дело кататься по нацпарку, где люди гуляют. А другое в тех регионах и местах, где просто роскошно и очень красиво само по себе. Ну, так сказать, живая природа. Так что, скажем так, электричка раскрывает, расширяет возможности отдыха и изучение окрестностей. Че, куда? Пройди, иди прямо. Главное, в обрыв не сорваться. Ведь проезжай прямо до скал. По хорешочкам. Ну, подвесочка здесь такая же, аналогичная, только нету баттеркапса. Ну, то есть, мелочь чуть-чуть пожестче. Хорошо. Ну, да, пацаны предупреждают, что есть спуск. А, я не знаю, какую взять траекторию, их здесь много. Ребята предупреждали, что глаза будут разбегаться. Байк тяжелый, но тормозов, как я и говорил, вот эти радиаторы, они очень даже вывозят. Я сейчас вешу просто задница за задним колесом. Вот. Не делайте, как я, у меня на мне из защиты только шлем и перчатки. Я не ожидал, что куда-то мы сегодня поедем. Надеялся, что дождь нас прогонит, и я сегодня поеду отдыхать на термальные источники. Ну, все-таки это должно произойти. Вот. Надеюсь, я сейчас не потеряюсь. Вот. Всякие вот эти вот камушки, ступенечки проверяют. Так, ребята, на хвосте. Нафиг, я уехал вперед. Это очень глупо. А еще мне шнурок наминает мизинец. Сейчас я его поправлю. Ух. Вот всякую такую дичь надо есть. Проезжай, что ты. У меня шнурок просто наминает палец. А, вот так. Пацаны решили не выпендриваться на камеру. Будет ему прямо на этот коллег. А, это где-то вот там записывали видео, да? Наверху, получается. Это мало нахитов. Не, мы записывали вон там. А, с другой стороны. Ну, виды, короче, огонь. Сейчас будем на такие виды носки поправлять, что-то у меня там криво. А, я, кажется, нашел камень. Ну, мы шеем первым. У-у-у. Трейлы. Не, очень интересненько. Очень. Это уже как бы немного. Лично мне это повкуснее, чем кататься по парку. Но, повторюсь, что да, у электрички масса и она, конечно, дает стабильности. Покатался также на суронах. Да, если вдруг кто-то выбирает между велосипедом с ассистом и с уроном, это зависит от вашей, скажем так, предыстории. Если вы катались на мотоцикле, вам скорее зайдет с урон. Он легенький мотоцикл. Если вы катались на велосипеде, то вам, скорее всего, зайдет вот эта красота. И велосипед с ассистом. Нечто сказочное происходит. Дорога из золотого кирпича. Просто она такая кайфовая. Я бы ее, знаешь, с чем сравнил? Я бы ее сравнил с зеленым трейлом в... Ну, этот трейл, конечно, пешеходный, но не то, чтобы прямо на велосипедах нельзя, таких табличек здесь нет. Но я бы ее очень-таки оценил очень близкой к зеленой в Красной Поляне. То есть, если кто, мама там с ребенком, мне кажется... Да, там были участки, пока мы вот сюда заехали на тропу, были участки сложные, но вот мама с ребенком вполне себе смогут заехать сюда и прокатиться. Приятно провести время посмотреть на это все. Прям полочка надежная, широкая, в меру. я еду на попе ровно, так сказать. Вот. Кладю от ребят. О, ничего, в полголе. Интересненько, конечно, это все прям вкусненько. Кто-то приехал лишь на камушке пикничок все замутил. Кто придумал вообще в темных очках ездить в темном лесу? Плохая была идея, но других очков я с собой не взял. А без очков кататься не хочется совсем. Без наколенников то идея плохая, а без очков совсем беда. Смотри, как они за собой листу поднимают. Просто для здоровья, ума и роста. Красивые. Даже, смотри, даже холмики какие-то есть. Они естественно сформированные, да? То есть, это не прыгули, а холмики просто. Ну и да, его райзик сам по себе раз. Он здесь просто есть. Его никто не строил. Он просто есть естественный, настоящий вот этот маунтин-байкинг. Локация вот эта называется тропа имени Косыгина. Ребята ее называют вторая часть. Попасть на нее можно вот прям в прокате расспросить. У них ЮАР-кодики есть с треками. И я надеюсь, что ребята не поленятся во все наши отечественные приложухи типа где трейл добавят их тоже эти тропы. У-у-у, атмосферненько. Очень атмосферненько. Когда не знаешь куда ехать вообще немножечко даже страшненько. Рубчик. Ладно, не совсем зеленая. Не, ну можно было пешочком. Но, в общем, да, есть что интересненького, вкусненького. Но основная идея это то, что красиво. И осень, 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 ребята. Да, я знаю, что летом зелень тоже красиво, круто. Ну, мне почему-то больше нравится осень. Потому что, наверное, не сильно жарко. Сел на попу. Ассист тебе помогает. Ну, сейчас вот дождичек начался легкий. И я думаю, что врежу этот прям кусочек прям видео по сборке. И вот под дождичком едем комфортно, хорошо. Ай-яй-яй, красота какая, я хочу старух. пацаны не устают восхищаться своим родным краем. Природой своего родного края. Да, правда очень-очень-очень красиво. Тропа сделана качественно. Иди вот на это ущелье сверху вниз смотришь. Да. Ух! По-другому описать то, что ты видишь сложно. сэм. 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 Барские усадьбы тонут в роскоши и лоски. Дамы совершают променад в нарядах бросках, приглашая наткнуться в грёзы кислованской. в кос生活 уас смерт у Субтитры создавал DimaTorzok